Фурман Степан Николаевич родился 14 мая 1963 года в Никеле Мурманской области, поэтому в будущем ему дали прозвище Степа Мурманский. Степан впервые оказался за решеткой в 14 лет за кражу. Тогда суд приговорил молодого преступника к трем годам. Отмотав свой срок, Степан не успел насладиться свободой и практически сразу был судим за совершение разбоев, за что получил 6 лет колонии. В 1986 году Фурман был приговорен к 8 годам по позорной в мире 117 статье УК РСФСР, причем жертвами мужчины стали две девушки. Первый случай был в Крыму, после того как его освободили за кражу. Второй стала учительница из его родного Никеля. Свое наказание Фурману пришлось отбывать в нескольких тюрьмах, первой из которых стал знаменитый Владимирский Централ. На свободу Фурман вышел уже во времена перестройки. Он решил обосноваться в Москве, где сошелся с влиятельными криминальными авторитетами Рамазан Дзни Ладзи и Рамазан Цецешили. В 1994 году именно они и были инициаторами присвоения Фурману воровского титула. После этого он часто был замечен на воровских сходках и несколько раз задерживался правоохранительными органами. К началу 2000-х годов Степа Мурманский успел нажить себе немало врагов, которые совершили несколько покушений на него. Однажды он получил ранение в сердце, однако врачам удалось спасти ему жизнь. После этого случая Фурман не расставался с огнестрельным оружием. Он постоянно держал его при себе, хранил у себя дома и даже в бардачке своего автомобиля. Все это было обнаружено при очередном его задержании. До 2012 года в сводках криминальных новостей Степа Мурманский появлялся редко, пока в одной газете не появилась информация, что он был замечен в монастыре, где работал разнорабочим. Однако подтвержденной информации нет. Как бы то ни было, о Фурмане снова заговорили в 2020 году, причем уже в европейских новостях. В Германии на него завели уголовное дело за организацию преступного сообщества. Возможно, это связано с делами 90-х годов, узнать истинную причину можно будет только после его ареста. Сейчас Степа Мурманский находится в международном розыске.